Весна еще не распаковала свои чемоданы и скромно переминается с ноги на ногу на пороге. Ночью минус, днем можно и без головного убора ходить. Под стать такому неоднозначному времени года и этот выпуск. Меня зовут Роман Четин, запускаю дополнительное время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Архивная хроника, 1965 год, космодром Байконур. Двое смелых готовятся покинуть Землю. Уже немолодой Павел Беляев, ему на время старта 40, и по теперешним меркам еще совсем юный Алексей Леонов, ему 30. В современном обществе большинство 30-летних мужчин ощущают себя подростками, с трудом покидают отеческий дом. В 70-е годы Алексей Леонов выходит в открытый космос. Первым. 18 марта. Триумф всего советского народа и начало кошмара для космонавтов. После этой минуты все пошло не так. Отказ автоматики, посадка в ручном режиме. В тайге. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спустя половину столетия мы идем с топами космонавтов. 2016 год, март, Усолье. Пытаемся пробиться к тому месту, где установлен памятник космонавтам. В 70-е ни заправки, ни хорошей проезжей дороги здесь не было. Приземлиться в тайге все равно, что приземлиться в Гималаях. Все, идти придется через лес, через небольшую просеку. Вижу тропинку, но все равно решили утеплиться, одеть теплую обувь. Отдаляемся от цивилизации, но не оставляем ее. Тепло одетые, сытые, снабженные современными гаджетами для навигации и съемки. Это даже экспедиции назвать нельзя. Обычный поход. 18 марта они вышли в открытый космос? Угу. А приземлились сюда? В 12 часов шел полет. В ночь, наверное. Нет, не в ночь. 19 марта 65-го они приземлились сюда. 50 лет назад космонавты провели в тайге двое суток. Поначалу их не могли найти, и даже когда место приземления было определено, забрать космонавтов не было возможности. Среди деревьев негде посадить вертолет. Чтобы выйти на подходящую площадку, Беляеву и Леонову пришлось идти 9 километров на лыжах. Сейчас лыжами здесь занимаются не для спасения жизни, а ради удовольствия и укрепления здоровья. Сейчас вблизи того места, где установлен монумент, пролегает лыжная трасса. Дети штурмуют изрядно поредевшую тайгу бесстрашные покорители космоса. И дело вовсе не в глобализации и не в повсеместной вырубке лесов. Просто мемориальный обелиск стоит совсем не в том месте, где произошло историческое приземление. На самом деле, первоначально этот мемориальный обелиск установили именно на том самом месте, где и приземлились космонавты, в глухой тайге. Но охотники за цветным и не очень металлом быстро прибрали памятник к рукам. Поэтому было принято решение установить его на видном, людном месте, чтобы никто уже на него не зарился. Поход, который мы готовили двое суток, занял всего 15 минут. Чуть меньше времени Алексей Леонов провел в открытом космосе. То, что полвека назад считалось подвигом, сейчас принимается просто как исторический факт. Очередная дата для запоминания, которая даже праздничной не считается. Официально День космонавтики отмечают 12 апреля. И вспоминает в этот день Юрия Гагарина, а не Беляева с Леоновым. Местные жители вместо возложения цветов и прочих почестей этому памятнику катаются здесь зимой с горки. Драматическая история, которая могла бы стать прекрасным сюжетом для оскароносного кино, современников почему-то не впечатляет. Возможно, это один из популярных авторов современности и называл инфляцией человеческих чувств. В прошлом столетии, наверное, каждый мальчишка в глубине души мечтал стать письмонавтом. Причина неподходящего здоровья загубила карьеры тысяч покорителей космоса. Как подготовить свое тело к межпланетному полету? Смотрим прямо сейчас. Штанги, гири и гантели вам не понадобятся. В невесомости ваши силовые показатели отойдут на второй, если не на третий план. Во главу угла в межпланетных путешествиях ставят выносливость и приспосабливаемость организма к работе в необычных состояниях. Первое и самое очевидное – это то, что организм будет находиться в непривычной среде, следовательно, испытывать стресс. Однако состояние стресса можно добиться и находясь на земле. Главное – подобрать правильное упражнение, к примеру, отжимания вкупе с подтягиваниями. Такая двойная работа сродни стартовой перегрузке. Кровь приливает то к одной части тела, то к другой. А меняя горизонтальное положение на вертикальное, вы прекрасно тренируете свою выносливость. Десяти-пятнадцати повторений в четырех сетах будет достаточно, чтобы хотя бы приблизительно почувствовать себя, как космонавт во время старта. Следующее, тоже из очевидного, большинство действий вы будете производить вот этими самыми двумя руками. Отталкиваться, подтягивать себя, либо что-то еще подобное делать. Поэтому следующее упражнение на канате, где нужны будут исключительно ваши руки. Космонавт Леонов во время выхода в открытый космос был связан с кораблем-фалом длиной чуть более пяти метров. Примерно такую же длину имеет среднестатистический канат. Проползти по нему на одних руках вверх и спуститься вниз. Следующее задание. Четыре подхода, и вы поймете, каким потом дается каждая минута в космосе. Ну и в завершение будет неплохо поработать над мышцами корпуса. Пресса, боков и спины. Это не помешает невесомости. Крепкий торс поможет держаться в невесомости и менять направление движения. Устройте себе убойный марафон искручиваний на перекладине и кардио-работы. От пяти до десяти повторений на каждую сторону, следом минуты на скакалке. Трех-четырех кругов должно хватить. Такая тренировка должна занять порядка 10-15 минут в зависимости от степени подготовленности вашего организма. Алексей Леонов смог продержаться вне корабля 14 минут. Попробуйте и вы. Космонавтом, может, и не станете, зато к космическому туризму готовы точно будете. Но для тех, кто привык уверенно стоять на Земле, Сергей Долгих и его железные доводы. Они, кстати, тоже будут интересны тем, кто грезит о покорении космических глубин. Субтитры подогнал «Симон» «Лучше нет одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи», – сказал Маяковский. И сегодня, если следовать его логике, мы поможем вам сшить отличный костюмчик и сделаем так, чтобы он на вас хорошо сидел. И поможет нам в этом наш давний знакомый Сергей Дмитриевский. Жизнь ломает сильнейших, пытаясь поставить их на колени, дабы доказать им, что они могут подняться. Слабаков же она не трогает. Они и так всю жизнь на коленях. Травмы и неудачи в спорте, впрочем, как и в жизни, не повод для уныния, а позы в консолидации боли и мужества. Наверное, нет ни одного человека на земле, который бы не испытывал боли в спине. Предлагаю кардинально изменить решение этой проблемы. Решение этой проблемы – кинезиотерапия, лечение движения. Основная задача кинезиотерапии – это уменьшение компрессии позвоночника и упрепление скелетно-мышечного корсета. Первое упражнение, которое мы сейчас сделаем, называется «Березка». Оно как раз снимает компрессию позвонков. Ноги вытянуты кверху. Движение мы начинаем с движения таза. Таз прижимаем к полу, затем опускаем ноги. Затем обратное движение. Это упражнение очень положительно влияет на поясничный отдел позвоночника. Снимает компрессию и зажимы. Необходимо делать от 20 повторений. Следующее упражнение – подтягивание колен к груди. Оно также положительно влияет на поясничный отдел позвоночника. Активная зона рабочих мышц находится вот здесь. Следующим упражнением для здоровья спины будет упражнение под названием «Маятник». Колени назад, а таз у тебя чуть-чуть вперед должен быть. Да, наклоняйся. Вот ты как бы боком должна падать. Во! Во! По инерции тебя болтать должно. Во время движения вниз широчайшая мышца должна прикоснуться к полу. Если вы делаете упражнение правильно, вы будете чувствовать активное растяжение широчайших мышц. После комплекса всех этих упражнений вы испытаете необычайную легкость в спине. На выдохе ты делаешь приседания. Растягиваем грудной отдел позвоночника. Снимаем компрессию с грудного отдела позвоночника. Упражнение необходимо выполнять медленно. Делаем выдох. Следующее упражнение – подтягивание одной ноги к груди. Здесь мы должны чувствовать вытягивание поясничного отдела позвоночника, полностью вытягивая данную область. Данное упражнение активно усиливает кровообращение в поясничной области. Упражнение нужно выполнять плавно. Во время того, как ногу мы отводим назад, мы должны сделать выдох для того, чтобы вытянуть мышцу. Данное упражнение мы выполняем на 20 повторений на обе ноги. Данный комплекс упражнений на оздоровление спины я рекомендую выполнять под руководством квалифицированного тренера по кинезиотерапии. В противном случае вы можете принести себе вред от таких тренировок. Следующее упражнение называется подтягивание рук к широчайшим мышцам, сидя на мяче. В данном упражнении мы активно растягиваем грудной отдел позвоночника, снимаем компрессию. Также здесь немножко зацепляем шейный отдел позвоночника. Вытягивание руки необходимо делать во время выдоха, для того, чтобы снять напряжение. Если вы выполняете упражнение правильно, вы должны почувствовать легкость в грудном отделе позвоночника. Ноги вместе, движение с плеча, поклон, с плеча с одного. Давай, попробуй, я тебя держу. Опа, вот, смотри, ты должна строго вниз опускаться. Во, во. Данное упражнение направлено на увеличение подвижности плечевого сустава, на растягивание грудного отдела позвоночника и на растягивание шейного отдела позвоночника, и на устранение мышечных блоков и зажимов. Основное движение в этом упражнении мы выполняем за счет вращения плечевого сустава. После выполнения комплекса всех упражнений нам необходимо снять напряжение с мышц спины. В этом нам поможет специальный тренажер. Данный тренажер повторяет анатомический изгиб спины, что в свою очередь позволяет эффективно снять напряжение с мышц. Если у вас болит спина, то я вас приглашаю к себе на персональные тренировки. Друзья, для достижения результатов нужно придерживаться трех правил. Правило первое – нужно пахать в зале. Правило второе – в зале нужно пахать. И, наконец, правило третье. Для тех, кто считает, что в зале пахать не нужно, смотрите первые два правила. С вами были Сергей Долгий и Марина Денисова. Все на сегодня. Это было дополнительное время. Увидимся ровно через неделю. Удачи в делах!